МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О самом интересном и важном в Нижегородском регионе расскажут журналисты областных телекомпаний. Смотрите выпуски новостей губерния. С наступающим праздником поздравили работников лесных и охотничьих хозяйств Нижегородской области. Дзержинские легкотлеты, триумфаторы Парижской паралимпиады вернулись домой. Новобранцы-контрактники СВО отправились в учебную часть. Вот так с песнями и в праздничной атмосфере накануне профессионального праздника поздравляют работников охотничьих и лесных хозяйств Нижегородской области. Татьяна Гончарова работает в Краснобаковском лесном колледже уже 50 лет. В профессию привела любовь к природе. Говорит, что благодаря технологиям следить за лесом становится проще и эффективнее. Но главное все равно это люди. Кадры важны и нужны. Я эти знания обязана вложить в наших студентов. И сама начала заниматься немного наукой, к чему привлекаем в настоящий момент студентов. В результате мы принимаем участие везде-везде, получаем очень высокие награды. И, конечно, лучший из лучших получает заслуженные награды от правительства Нижегородской области, регионального парламента и федеральных ведомств. Всего 220 сотрудников получили свои награды. Деятельность Министерства лесного хозяйства за последние пять лет отмечается на федеральном уровне в топ-3 победителей во всех номинациях. Поэтому поздравляю всех с праздником. 2024 год для всего лесного и охотничьего хозяйства региона складывается достаточно благоприятно. Несмотря на сложные погодные условия, на сложный пожаропастник текущего года, нашим лесопожарным службам региона удалось не допустить крупных лесных пожаров. Те современные программы, те, которые дают нам возможности государства, все национальные проекты, в том числе в вопросах экологии, направлены в том числе на увеличение лесов, на увеличение особо охраняемых территорий и вообще, в принципе, о сохранении планеты Земля. Вот я считаю, что Министерство лесного хозяйства занимается этим вопросом плотно. Не допустить пожаров и сохранить леса помогает и спецтехника, которая стоит на вооружении лесничеств. Десять новых снегоходов и три единицы патрульной техники передали работникам Минлесхоза. Служба информации Кирилл Инковский и Василий Лысков. Нижегородские паралимпийцы в очередной раз показали всем свою силу и волю. Дзержинские бегуны Андрея Вдовина и Дмитрий Сафронов давно известны во всем мире. На паралимпиаде в Токио три года назад наши легкоатлеты уже выигрывали медали. Дмитрий взял два золота, а Андрей одно золото и два серебра. И вот новые победы на играх в Париже. У Андрея Вдовина два золота и бронза, у Дмитрия серебро и бронза. Терминал Международного аэропорта имени Валерия Чкалова – знаковое место для нижегородских спортсменов, прославивших наш регион на международных соревнованиях. Ведь именно здесь наши чемпионы делают свои первые шаги по родной земле после триумфа. Совсем скоро наши паралимпийцы появятся в зоне прибытия для пассажиров. Прибытие на родную землю наших спортсменов прошло в торжественной обстановке. Спортсмены и тренер Галина Кошлева уставшие, но счастливые выходят с медалями к встречающим. Оркестр, цветы и плакаты, встреча с родными и близкими, объятия и поцелуи. Самые трогательные моменты в первые минуты на родной земле. То, что я занял первое место, ну это вот показала дорожка. Значит, в тот момент я сильнее, значит, я все смог преодолеть, показать свое лучшее время на данный момент. Я выжил максимум, как показала трансляция, там уже на финиш по инерции залетал. Путь к медалям у Дмитрия Сафронова был непростым. Накануне Парижской паралимпиады двукратный чемпион Токио 2021 пребывал не в самом лучшем физическом состоянии. Наверное, это самое сложное мое соревнование, с учетом моих травм всех. То, что я начал готовиться к Олимпиаде, наверное, месяца полтора назад. Я до этого ходил-то с трудом, ну, колено не разгибалось. Так что это, наверное, самое тяжелое соревнование и самые такие, так сказать, неожиданные для меня медали, потому что я думал, что если хоть один раз тройка попадает, для меня успех успехом будет. А тут даже две получилось. Рада за спортсменов и тренер Галины Кошелева, которая сопровождала, настраивала и поддерживала паралимпийцев на соревнованиях. Победа подопечного Андрея Вдовина для Галины Николаевны стала вершиной эмоций. Для меня это вот выхлест вот всей энергии. То есть я была, я даже, в принципе, идти даже не могла, подняться по лесенке там, все для меня. То есть я пробежала эту дистанцию вместе с ним. Я считаю, что это волевая победа была, да. Он выложился полностью, как и я, вместе с ним на этой дистанции. В ближайших планах у наших паралимпийцев нет никаких стартов. Главная задача на данный момент – отдых и восстановление. Служба информации Николай Панченко, Иван Масов. Защита семьи и родины. Вот ради чего идут добровольцы на специальную военную операцию. Заключившие контракт с Министерством обороны Нижегородцы отправились в учебную часть для прохождения подготовки и последующей отправки на фронт. Новобранцы разного боевого опыта, но отмечают, что ситуация в Курске не позволяет им бездействовать. Государство оказывает защитникам родины всестороннюю поддержку и помогает их семьям. Так, при заключении контракта с Министерством обороны в военкоматах Нижнего Новгорода единовременная выплата сейчас составляет 1 миллион 205 тысяч рублей. Кроме того, действует механизм заключения военно-социальных контрактов, которые дополнительно гарантируют семье контрактника 10 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Это мой долг, это моя страна, соответственно, у меня есть дети, у меня есть жена, у меня есть родители, то есть, ну, представляете, если это вот здесь все от нас начнется, лучше это там все остановить, как бы, и чтобы до сюда вообще ничего, никто не дошел. Отличное настроение, уверенно, спокойно. Да, много у меня кто на передовой, служит, мобилизация, кто-то добровольцем ушел, все служат, всем все нравится, родину нужно защищать. CC+, Java, C Sharp, Python и Go – навыки DevOps, работа с базами данных и сетями. Всему этому можно научиться в Нижнем Новгороде и бесплатно. Открылся прием заявок в школу 21 для подготовки IT-специалистов. У нас своя собственная цифровая платформа – это наша гордость, это детище Сбера. Наша цифровая платформа, которая позволяет в значительной мере делать процесс, что называется, геймифицированным, с большим количеством игровых элементов для того, чтобы вовлекать участников. А с другой стороны, она позволяет нам собирать и анализировать много данных по тому, как наши участники двигаются по процессу обучения. Проект «Школа-21» реализуется по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. Для поступления не нужны дипломы и опыт работы, лишь желание и успешное прохождение испытаний. Возраст абитуриентов от 18 лет, а вот верхней границы нет. Срок обучения от полутора лет – разработчик начального уровня, до трех лет – средний уровень. Мы видим очень серьезный спрос не только у нас, как у работодателя у Сбера в IT-сотрудниках, но и в целом в индустрии IT в регионе. И это не только федеральные филиалы федеральных компаний глобальных, айтишных, но и региональные. Для Нижнего вопрос наличия профессиональных кадров крайне важен. И здесь современная образовательная экосистема в IT, в том числе IT-кампус «Неймарк» – технопарк среднего профессионального образования на базе «Нишполиграфа». IT – это настоящий драйвер экономики. И для Нижнегородской области это еще и магнит для привлечения людей, для улучшения миграционно-демографической ситуации. Айтишники зарабатывают больше, чем в среднем по иным профессиям и иным отраслям. И сформируют в том числе спрос в других смежных отраслях. Нижний Новгород стал 14-м городом, где открылась школа 21. Выпускники других регионов уже стали программистами, инженерами по разработке, менеджерами IT-проектов, аналитиками и разработчиками. Нижегородских специалистов уже ждут. Первый финальный отборочный этап для поступления в школу 21 начнется в декабре 2024 года. Служба информации Юлия Короткова, Михаил Горняков. Состоялся первый поход от победителей конкурса «Пешком по родине». Вместе с экскурсоводом ребята прошли более 12 километров. Маршрут пролегал по Богородскому округу. Всего в региональном конкурсе «Пешком по родине» приняло участие более 50 молодых нижегородцев. Ребята представили свои любимые пешеходные маршруты. Организаторами конкурса выступили Единый патриотический центр «Авангард», Министерство молодежной политики и Молодежный центр «Высота». Следующий поход состоится 22 сентября. Конкурсанты отправятся в Воскресенское на озеро Светлояр. Замечательный экскурсовод провел по лучшим местам Богородского округа. Посетили лес вошлей, гору Панда. Посетили ряд источников. Один из источников нам удалось сегодня облагородить. Мы поставили информационный щит, промеркировали тропу. И теперь гораздо больше людей будет знать, посещать данный источник. Ну и, конечно, не обошлось без полевой кухни, которая больше всего понравилась молодежи. Я очень люблю свою малую родину. И для того, чтобы о ней узнало больше человек, мы создали такой туристический маршрут, чтобы сюда водить туристов, проводить интересные экскурсии. Пока что все проходит как нельзя лучше. Субтитры сделал DimaTorzok